Светлана Чернецкая сейчас на прямой связи со студией. У нее узнаем, что же обсуждали в течение дня в Довосе. Светлана, здравствуй. Расскажи, о чем говорили на главной сцене форума и в кулуарах. Тебе слово. Катя, если за завтраком детально обсуждали прошлое и то, чего удалось Украине добиться за год, то в кулуарах говорили о будущем. Очень важную новость нам озвучил министр финансов Александр Данилюк. После вчерашней встречи президента Порошенко с директором МВФ Кристин Лагард, он выразил надежду, что следующий транш фонда Киев получит уже в мае. Ранее была угроза срыва программы, но после встречи Порошенко и Лагард теперь появилась уверенность в том, что деньги дадут. Сейчас идет активная работа по замечаниям МВФ и до конца весны Украина собирается выполнить все условия для получения очередного перевода. В этом году от фонда ожидают два транша на общую сумму до 3,5 миллиардов долларов. Предлагаю послушать объяснение министра финансов, в чем же загвоздка для получения денег. Но нужно еще очень много компаний, обороненных для приватизации. Это ограничивает возможности наши, на самом деле, получить эффективную власть этих самых диноземных и мистерских. О будущем говорил сегодня и глава украинского государства. Его спросили о перспективе выдвижения в президенты на следующих выборах весной 2019-го. Порошенко не спешит с решением. Он пообещал определиться через полгода. Мол, это будет зависеть от того, насколько успешными окажутся следующие 6 месяцев. Ну а что касается программы президента на форуме, то завтра у него запланировано выступление на главной сцене, а также встреча с американским коллегой. Дональд Трамп только сегодня прилетел в Давос. У него очень насыщенный график. Действующие президенты США на форуме нечастые гости. В последний раз это был Билл Клинтон почти 20 лет назад. Поэтому здесь с нетерпением ждут специального обращения Трампа к участникам встречи. Это произойдет завтра, в последний день форума. Ну и мы, конечно же, о нем расскажем. Катя. Спасибо, Светлана. Светлана Чернецкая была на связи со студией из Давоса.